всем привет вы находитесь на канале дмитрий шеф давайте с вами пробежимся по новостному фону и посмотрим итоги торговой недели какие планы я строил какие прогнозы давал и что у нас собственно реализовалась перед началом видео традиционно попрошу подписаться на youtube канал на телеграм канал и на яндекс зен три площадки на которые нужно быть обязательно подписаны также напомню что у вас есть возможность финансов помочь в развитии данного канала всем кто уже поучаствовал огромное спасибо всем кто желает поучаствовать тому тем кто ему нравится под мои выпуски ссылочки под описанием под видео а также внизу видео и так что у нас какие новости произошли тинькофф банк приостановил свифт переводы в евро то есть мы видим что начались уже некоторые технические проблемы у тинькова и соответственно по если посмотреть по котировкам банка то я говорю что я считаю что с уходом то скажем основателя банка котировки будут спускаться вниз то есть мы увидим слабость и собственно мы эту слабость видим то есть некий был отскок и этот оскок снова сливая то есть мы пробили здесь такую поддержку локальную поддержку вот этим баром протестировали ее и следующим баром пошли вниз от данной поддержки теперь эта поддержка стала сопротивлением поэтому я считаю что по-прежнему считаю что тинькофф банк покупать пока без видения развития данного банка в связи со сменой то скажем бенефициара вот и со связи с уходом основателя по-прежнему считаю что пока что влезть в этот банк без перспективно а если вы считаете по-другому пишите ваши комментарии под видео это лично мое мнение далее а по нефти по нефти я давал прогноз предыдущих своих видео давайте посмотрим вот я давал прогноз выход из этого клина вверх ввиду тех мер которые сейчас предпринимается в отношении то скажем эмбарго нефти и иные то скажем моменты которые будут давить конечно же на цену нефти цена будет расти то есть я давал прогноз выхода из этого треугольника клина то скажем вернее не треугольника клина вверх давайте посмотрим на показатели нефти так то смаз биржа nasdaq нет и что мы с вами видим у нас был клин и мы видим что клин у нас пробился вверх мой прогноз сбылся мы вышли из данного клина естественно вверх но это было ожидаемо это было спрогнозировано а с на основе тех событий которые у нас происходят и происходили это было естественно поэтому прогноз здесь сбылся сто процентов далее а по-по-по валютному рынку помню рубль-доллар я уже говорил принципе наверно повторяться не буду давайте опять же напомню что я говорил о том что здесь у нас я ожидаю поход в район 65 65 мы практически этот уровень выполнили хотя я не ждал что настолько быстро он будет выполнен и дальнейшего укрепления говорил о том что я пока не вижу потому что центральный банк будет предпринимать меры по укреплению доллара потому что ниже 65 но это на самом деле очень будет наверное не выгодно для наших экспортеров хотя в долгосрочной перспективы там месяц-3 опять же мы все-таки можем на это сходить и в район 62 но пока что ниже 65 я об этом говорю что я не вижу уровне ниже и поход доллара ниже пока мы видим неплохой скок на котором можно было заработать то есть в районе 65 можно было купить кому нужны были доллары и принципе потенциал практически 5 рублей мы выполнили далее что у нас еще по новостному фону юнипро рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 21 года ну все мы знаем что котировки юнипро и так находится в не особо выгодном положении да и конечно же это новость я думаю усугубило лишь усугубило положение юнипро давайте попробуем с вами найти графики не про я на самом деле эта компания не интересовался явно для меня она неинтересно но любом случае давайте посмотрим как какая была реакция конечно же я считаю что отрицательно было на новость о дивидендов вот она у нас юнипро ну на самом деле здесь мы видим очень все в плачевном состоянии и вот этот а бар который у нас пробил здесь на поддержку вот на этом уровне конечно же говорит о том что бумага очень слабая ну практически нет отскоков по этой бумаге и мы видим долгое снижение систем мы несколько раз по этой бумаге оставляли гэп и которые не закрыты и которые бумага показывает свою слабость сильные бумаги обычно закрывает свои гэп и до ближайшем подскажем обозримом будущее но как мы видим полгу юнипро у нас очень много оставшиеся незакрытых гэпов и бумага очень слабо себя показывает но и цена самой бумаги в принципе это подтверждает здесь ну абсолютно я думаю не стоит лезть в эту бумагу фундаментал я правда не смотрел поэтому бумаги я просто говорю сейчас по графику но для интереса могу посмотреть просто мне самому интересно что за бумага и не про я на самом деле это бумага ранее не интересовался далее европейской комиссии подтвердили что предложение по нефигазовым санкциям учитывают специфику стран и с то есть у нас каждая страна европейская европейский союз а консультируется с каждой страной насколько будет приемлемо отказ от нефти российской вот и многие страны уже говорят о том что они не могут отказаться в ближайшие два года потому что в целом у них по своем место расположению данных данных стран именно внутри то скажем европы да и логистика там не позволяет уходить от российского газа то есть там в основном поставка российской нефти извиняюсь то есть там по словам в основном поставка нефти идет по трубопроводу соответственно никаких морских путах портов и так далее в них нет потому что они находятся внутри то скажем материка и единственная возможность поставки нефти это по трубопроводу соответственно те страны говорят о том что мы не можем отказаться от российской нефти потому что у нас этот единственный, так скажем, источник поставки и единственная логистическая возможность. Поэтому данный вопрос еще обсуждается, и, конечно же, итоговое решение никакого не принято, поэтому будем наблюдать, будем смотреть за этим. Но это все, конечно, давит на цену нефти, и мы видим, что у нас нефть вышла искренне наверх, как я и прогнозировал, и, я думаю, будет дальнейшее удорожание только в текущем положении. Поэтому пока что по нефти все складывается именно по цене благополучно. Так, далее, далее, далее. Смотрим на S&P. До решения ФРС у нас рынок отыгрывал, так скажем, поднятие ставки по ФРС, то есть закладывал в рынок. Далее, реакция у нас была обратная при решении ФРС, на решение ФРС о поднятии ставки. То есть фактически ФРС приняло решение поднять ставку, и рынок отреагировал это в обратную сторону неким ростом. То есть рынок снижался на ожиданиях, ожидания исполнились, и рынок отскочил на фактических данных. То есть рынок это закладывал уже в котировке. Но мы видим, здесь у нас образовалась разворотная свеча, и весь этот отскок слили и ушли ниже. То есть данный отскок, это был явно отскок от понижающегося тренда на S&P. Если мы посмотрим на технологический индекс NASDAQ, то мы видим тоже у нас идет слив. Вот в предыдущем дне у нас был прямо так, так это у нас месяц, в предыдущем дне мы видели прям такой хороший слив, ну так же в принципе как и на S&P 500, то есть у нас понижающийся график, и был отскок на ставки ФРС, повышение ставки ФРС, вот, и далее опять прошел у нас слив. То есть эту новость по факту на ожиданиях сливали, по факту отыграли отскоком, и опять у нас весь этот отскок слили. То есть здесь в принципе тоже у нас принижающий график. И пока, я думаю, в дальнейшем ФРС будет поднимать ставки, потому что они уже прогнозируют о том, что более активно будет поднимать ставку. И поэтому я думаю пока перспектива, как NASDAQ технологического сектора, так и S&P, это снижение, снижение, снижение. Вот, а если мы посмотрим с вами по остальным бумагам, таким как ФОСАГРА, по ФОСАГРА я говорю, что, смотрите, кто-то меня спрашивал по ФОСАГРА, я говорил о том, что по ФОСАГРА правительство у нас в России одобрило еще повышение квот, что, естественно, будет закладываться в более крупных поставках удобрений. Это и США, это и Европа. То есть у нас эмбарго на поставки удобрений пока не введены. Вот санкционность давления у нас отменили в отношении данной отрасли, потому что все мы понимаем, что у нас посевная во всем мире, это, скажем, посевная, и те страны, которые не могут без удобрений, без российских удобрений, они, естественно, не будут себе в ущерб, так скажем, принимать санкции, хотя по многим показателям они принимают, но продовольствие, это, продовольствие, это, конечно же, очень большая, так скажем, очень большой риск для стран. Поэтому мы, скорее всего, увидим увеличение выручки ФОСАГРА в данном квартале, хотя отчетность у нас компании не показывают. Так, давайте с вами найдем ФОСАГРА. И я говорю, что о том, что мы, скорее всего, из этого, так скажем, боковика, возможно, выйдем вверх. Почему? Потому что, ну, естественно, в условиях такого санкционного давления в отношении различных отраслей, пока что у нас отрасль удобрений выглядит более-менее, так скажем, из-за отсутствия санкционного давления более-менее стойкой. Но, опять же, я говорил о том, что, и говорю опять же о том, что это не отменяет того, что в ближайшем обозримом будущем санкции не ведут. Поэтому пока что компания выглядит более-менее, так скажем, устойчивой, да. То есть и показатели, я думаю, будут неплохие. Вот, и по реализации продукции за текущий квартал, ввиду того, что у нас во всем мире посевная, да. Ну, а в дальнейшем, после того, как пройдет посевная, скорее всего, будет и в отношении этой отрасли введены какие-либо ограничения и санкции. Поэтому пока что здесь бумага, ну, в принципе, выглядит неплохо. И возможен выход вверх в район 8 тысяч. Вот. Но это все, опять же, локально пока что утверждать, наверное, об этом сложно, так как компания будет, скрывает уже, так скажем, свои отчетные данные. Поэтому мы не увидим финансовую картину компании. Даже если мы можем предполагать, что дуличка будет увеличена и чистая прибыль будет увеличена. Но, соответственно, мы не можем это видеть фактически. Потому что отчетность у нас будет по компаниям скрываться. И скрывается, и скрываться будет. Поэтому, ну, здесь просто, наверное, на обум покупать это, наверное, тоже не стоит. Хотя мы можем только предполагать, по факту мы отчетность не увидим. Поэтому здесь, ну, не знаю, стоит ли покупать данную бумагу. Тем более, санкционное давление в отношении и данной отрасли, и в целом данной компании может проявиться в будущем. Это не исключено. По Газпрому у нас картина все та же самая. Я вчера об этом говорил. В принципе, ничего не поменяло. Здесь у нас уровень сопротивления, понижающийся тренд. Если мы пробиваем этот тренд и закрепляемся, тогда возможен поход выше. Но я думаю, это будет лишь на какие-то положительные решения по дивидендам. Пока что мы находимся в таком рейнже. Вот я говорю о том, что в нижней части покупать, в верхней продавать. Покупать здесь явно не стоит. Даже если тем, кто верит в дивиденды. Ну, купите вы здесь, допустим, на максимумах, да, продавец дивиденды получите. Ну, а потом после дивидендов может бумага идти вниз и вы, так скажем, застряните просто в бумаге с дивидендами, но будете по телу акции в большом минусе. Здесь нужно учитывать свои риски и придерживаться той стратегии, которую вы вырабатываете в процессе своей торговли. По Сбербанку здесь, ну, в принципе, ничего не поменялось. Вот я вчера об этом говорил. У нас уровень 120 пока держится. Вот. У нас снизилась волатильность очень сильно. Вот. Но в преддверии санкционной риторики пока у нас отложили санкционный пакет 6, так как его не успели разработать. Поэтому, если применят санкционный пакет и будет в нем звучать Сбербанк, а об этом уже глава Еврокомиссии уже повторяла не раз в своих видео о том, что будут введены санкции в отношении Сбербанка, потому что Сбербанк является ключевым банком в России, да. Поэтому я думаю, что каким-то образом в любом случае могут повлиять данные высказания по факту, могут бумагу. Ну, протестировать уровень 120, я думаю, должны по идее, хотя мы вот ниже 122 пока уйти не можем. Волатильность у нас очень низкая. Вот. По-прежнему пока считаю, что это уровень у нас в покупках, вот. Но если мы, на основном фоне, и он вообще прогнозирует по Сбербанку многие аналитики уровень 50, да, но эти же аналитики прогнозировали по Сбербанку и 400 и 500 в свое время, да, когда у нас был Сбербанк вверху, вот эти горе-аналитики прогнозировали 400 и 500 по Сбербанку, вот, но мы увидели, куда все пришло по Сбербанку и, а сейчас уже прогнозируют эти аналитики, когда все упало, они прогнозируют уже 50 по Сбербанку. Ну, давайте посмотрим, насколько реализуются их прогнозы вот но судя по тому что они прогнозировали 500 а мы увидели где куда цена ушла то их их не так скажем прогнозы в 50 я думаю аналогичным образом спрос аналогичным образом строится то есть видят рост прогнозируют отметку 500 видят снижение прогнозируют отметку 50 то есть вся аналитика и я думаю строится и в них таким образом лишь бы что-то ляпнуть так скажем да ну каждый опять же решает сам я здесь и сон на позицию набираю могу оказаться неправым да могу оказаться неправым но я не собираю инвестиционную позицию на часть денег и средств отведенных на сбербанк поэтому если будет ниже то я буду только даку только докупать то скажем и формировать долгосрочную свою позицию это мое мнение каждый решает как ему действовать сам ребят вот такое вот видение такие вот такое такие вот новости такие вот такая вот реализация на тех прогнозов которые я строил на себя то есть понятным прогноз работал и реализовался и по доллару поднос реализовался по бумагам пока посмотрим пока ситуация не непонятно сенсорная политика когда у нас в столь активно столь активной фазе Поэтому сложно устроить прогнозы, потому что все прогнозы могут сломаться в зависимости от новостного фона. Ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Яндекс.Зен, на Телеграм-канал. Участвуйте в финансировании данного канала, ведь это дает стимул мне снимать видео в будущем. Всем, кто поучаствовал, уже огромное спасибо. С вами был Дмитрий Шев. Всем хороших выходных. Пока-пока.